всем привет с вами канал super android сегодня у нас приложение которое называется finder при помощи данного приложения вы сможете контролировать удаленно свой телефон контролировать телефон местоположение телефона вашего ребенка если вы положили телефон машину отслеживать передвижение автомобиля искать своих друзей если там потерялись в лесу в общем суть в том что вы можете получать координаты местонахождения другого телефона установив на него данное приложение методы получения по вайфай и по gps координатам вайфай будет полезен в плотность застройки к припустим если gps сигнал плохой тогда можно отслеживать по вайфай метод отправки сообщения это sms лучший вариант и автор это объяснил то есть интернета может и не быть а sms всегда будет отправлено давайте посмотрим как это работает тут хотел бы отметить что для работы по отслеживанию по вайфай вам необходимо наличие приложения на обоих телефонах по gps нет необходимости ставить приложение на телефон с которого будете следить просто пойти получать исквивающих переходить по координатам итак запускаем приложение на первом телефоне это телефон который мы будем отслеживать во вкладке доверенные номера необходимо добавить номер этот номер можно добавить через складку добавить номер там будет список контактов или же добить его вручную далее переходим в раздел настройки и ищем как все настраивать для телефона который мы будем отслеживать необходимо выбрать пункты запрос через вай фай запрос через gps команда для звонка здесь вы можете задать команду при помощи которой вы будете отправлять sms и sms это sms будет активировать запросы то есть для вай фай примеру вай фай сервич команду можно изменить и так далее то есть вы отправляете с со смартфона sms q этот телефон получает sms q и передает на ваш смартфон координаты мы это все посмотрим далее длительность команды для звонка этот команд эта команда будет полезна если на втором телефоне выключен звук будет активироваться выключаться беззвучный режим и будет проходить звонок на телефон важно на телефоне который вы будете отслеживать необходимо активировать функцию отвечать на запросы функции автоматически открывать карту то есть при включении данной функции вы автоматически нажав на координаты нажав на полученные сообщения вот у меня приходит рейкинг со смартфона то есть я могу отслеживать карта будет открываться автоматически это с одной стороны удобно если вы будете использовать встроенную карту если же нет тогда координаты можно будет получить через любое другое положение вернее просмотреть местоположение спутниковые снимки количество сканов вай фай сколько раз будет сканироваться для обнаружения большего пользоваться большего сетей пауза между сканирование количество mac адресов sms это для работы вай фай время работы gps для предотвращения заряда аккумулятора здесь тоже можно задать время как вы знаете gps он поедает существенно заряд аккумулятора далее вкладочки включать звук и отключать звук здесь галочку выключать звук при входящем sms то есть если sms на запрос придет на данный телефон звука не будет отключать звук при входящих трекинговых также трекинга и уведомления звук будет не будет активироваться то есть уведомление не будет сопровождаться звуковым сигналом удаленное добавление номера здесь это тоже важный пункт то есть если вы забыли где-то свой телефон пришли кому-то в гости команда для удаленного добавления ставите галочку дописывайте команду и по этой команде вы сможете добавить дополнительный номер список доверенных по этой команде я думаю здесь понятно что еще существенно и важно я рекомендовал бы перейти в раздел помощь и ознакомиться со справкой справка довольно таки подробная здесь есть варианты что делать на шестом андроиде для пользователей миюай какие надо дать разрешение что включить помимо всего после описания настроек есть пункт который позволит вам через адб это все легко и просто адб огромнейшее количество видео прописать настройку которая по активации по отправке sms будет удаленно включать gps если он выключен на смартфоне который вы отслеживаете вот это вот команда через адб она прописывается и при получении sms по отслеживанию по gps автоматом будет включаться gps вот такая вот коротенькая как коротенькое введение ну а теперь давайте посмотрим как это все работает у меня настроен finder я добавил номера теперь перейдем на второй смартфон на смартфон с которого мы будем следить номера для запроса то есть у нас есть телефон redmi note 4 тут забит номер теперь мы можем отправлять sms ки смотреть историю перемещения и так далее и еще хотел бы отметить дополнительно что если вы имеете доступ к телефону который вам необходимо отслеживать вы можете автоматически включить tracking вот функция начать tracking допустим вы пускаете ребенка на улицу включили начать tracking и телефон автоматом как вы видели не будет отправлять tracking я потом покажу как будет выглядеть tracking то есть режиме реального времени вы сможете смотреть где движется ваш автомобиль если вы кому-то его дали или же где гуляет ваш ребенок или же ваш друг товарищ если вы в лесу и отсюда же вручную ваш друг товарищ ребенок может по вашему звоночку отправить вам данные gps чтобы вы посмотрели где он находится то есть управление осуществляется не только удаленно но и сам пользователь на чей смартфон установлена программа finder в качестве отслеживаемого телефона может вам отправлять номера ну давайте теперь посмотрим как все-таки функционирует мы номера для запросов доверенные номера у нас добавлены теперь мы посмотрим вот функционал у нас работает давайте посмотрим как выглядит к примеру история вот точки это точки которые отслеживал их можно посмотреть на встроенной карте открыть сторонним приложением и вся информация по точке с текстом то есть вот так выглядит информация по точке с текстом тут заряд аккумулятора широта долгота точность высота курс и так далее трек будет выглядеть и вот так то есть вы открываете трек показать на трек на карте потом экспортировать трек или удалить трек показываем трек вот так смотрится трек то есть это момент перемещения с заданными параметрами он опять-таки настраивается в настройках то есть вы можете отследить трек как он выглядит на карте карта соответственно зуммируется я здесь поставил большую частоту чтобы видеть перемещение но опять-таки трекинг трекинг вы можете задать со своими параметрами вернемся ну и теперь давайте посмотрим точки как же фактически они выглядят давайте я покажу еще как выглядит sms вот так выглядит sms ки с запросами они все находятся в разделе смартфона на который вы отправляли то есть я думаю что здесь понятно open street map это конкретная точка ну и давайте в режиме реального времени все-таки отправим запрос для того чтобы посмотреть как это будет все а выглядеть мы отсканируем о вайфай опять-таки здесь повторюсь вайфай запрос только покажет работу в самом приложении в отличие от gps отправляем вайфай запрос и дожидаемся пока у нас придет уведомление от запроса вот здесь у нас идет уведомление кстати вот это вот уведомление sms можно отключить настройка смартфона чтобы было ну чтобы человек если вы скрытно следите допустим за своим ребенком где он движется чтобы он не увидел эту sms и теперь у нас по умолчанию должен прийти ответ запрос отправлен ждите обнаружены координаты и мы сможем посмотреть координаты здесь координаты как я уже говорил определяется по точкам вайфай которые находятся вблизи данного смартфона поэтому для просмотра нужна карта ну вот последняя точка открыть сторонним приложением показать на встроенной карте то есть вот этот вот местоположение на данном этапе я сейчас увеличивать карту не буду то есть как видите и здесь все работает точки треки у нас сохранено история ну давайте все-таки попробуем по gps хотя я сомневаюсь я сейчас нахожусь квартире gps сервич команда получена посмотрим придет ли запрос а нет все хорошо координаты обнаружены давайте их посмотрим вот координаты то есть мы сейчас можем открыть координатики и посмотреть местоположение смартфона на который мы отправили sms сообщения на мой взгляд довольно таки интересное приложение то с режиме реального времени все работает ну и давайте попробуем со звоночком что-нибудь включить звонок я думаю вы слышите что идет звонок случайно выключил телефон хотел сбросить звонок то есть как видите звонок проходит мы просмотрели все способы то есть это включение трекинга отправка координат и получение их по вай фай отправка и получение их по gps на мой взгляд функционал просто великолепный приложение ссылка на приложение будет в описании видео ну а я на этом буду заканчивать подписывайтесь на канал оставляйте комментарии до новых встреч